Вы знаете, многие люди, которые действительно были на небе, они отмечают, что там позитивная атмосфера, там люди радостные и счастливые, и на земле совсем другое все, не то, что на небе. Не садитесь. Нам нужно сейчас помолиться друг о друге. Знаете, самый быстрый путь, чтобы освежиться, надо выпить Духа Святого. И не нужно стесняться этих слов, выпить Духа Святого. Библия прямо пишет, не напивайте свином, а исполняйтесь. А исполняйтесь Святым Духом. Вы пейте, а не вы хлопаете тем, кто пьет. Пить надо, а не смотреть на тех, кто пьет и завидовать. Действительно, мы должны убрать всякое смущение по поводу того, что в церкви мы произносим такие слова, как пить, пить, пить. Это нормально, это нормально, потому что Дух Святой, он сравнивается с водой, с огнем и с воздухом. Поэтому воду можно пить, живую воду можно пить, нужно пить. Поэтому давайте порочески поставим свои руки. Всегда эти моменты, это идет ломка для религиозных людей, потому что они никогда так руки не поставят. Они вот так могут поставить руки, так никогда. Это нормально, это ты... Вот. И скажи, Господь, наполни, наполни эту чашу, сосуд, наполни миром, радостью, любовью. Наполни, наполни жизнью. Мне нужна эта сила, мне нужна эта радость. Наполни, наполни, и я хочу быть наполненным. И теперь на себя выливайте. И пусть Дух Святой наполнит, пусть Дух Святой наполнит. Хорошо, это была репетиция, давайте еще раз попробуем. Она первый раз не работает, на второй работает. Давайте еще раз. Знаете, не смущайтесь, не смущайтесь. Вот кто ведет себя как ребенок, им легко пить от Духа Святого. А кто слишком все анализирует, очень сложно. Вот, давайте. Господь, наполни меня миром, любовью, радостью. Наполни эту чашу, мне так не хватает этого. Это живая вода, которой ты говоришь. Приходите, пейте. Я этот человек, я жажду. Налей, Господь, налей целые большие кувшины. Кувшины, сосуды. Заполни Дух Святой. И давайте пророчески на себя это пьем. Аллилуйя. Теперь возьмите, представьте, что это ваш сосуд. И на человека, кто рядом, вылите. Господь, мы как дети. Это нормально, это нормально. Аллилуйя. В такие моменты нужно говорить, Дух религии пошел прочь, а Дух Святой наполняй меня. Пусть все плохое уходит, все хорошее приходит. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Больше Дух Святой. Больше Дух Святой. Больше Дух Святой. Хорошо. Теперь давайте руку поставим перед Господом. Господь, это мой светильник. Пусть сгорит огонь. Пусть сгорит огонь. Пошли в свой огонь на этот светильник. Зажги, пусть он горит во имя Иисуса. И кому-то, кто рядом на голову, пум, прими. Аллилуйя. Больше, Господь. Больше, Господь. Больше, Господь. Аллилуйя. Присаживайтесь. Это хорошая проверка всегда. Хорошая проверка. Это, знаете, как детектор лжи. Мы все проверяем, дух религии уже живет в нас или нет. Когда ты просто какие-то вещи делаешь в простоте, в юморе, то все хорошо. Если ты, конечно, начинаешь нервничать, у тебя давление поднимается, то это ненормально. Вообще, на самом деле, царство Божье, оно не такое, как и мы его видим. Это действительно мир, радость, любовь. И радость здесь не нужно вычеркивать. Не нужно удалять туда радость. Она там есть. Праведность, мир, радость. И любовь. Аллилуйя. Аллилуйя. Продолжение следует...